Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики, друзья и канал, с вами Мега Куу, мы продолжаем проходить Tomb Raider. Мы остановились на горе где-то, вот тут храмы какие-то вообще, и проблем много, много проблем в прошлой серии. Мы еле-еле выжили. У нас проблемы большие, тут очень много противников, тут вообще мы нашли каких-то выживших непонятных уродов, причем. Ну, вот и первые уроды. Что за звук? Пойду, проверь. Так, окей. По крайней мере, одно мне точно понятно, что можно совершенно спокойно убивать их и не в голову с одного выстрела, так что, в принципе, не буду я больше бояться, потому что я до этого немножко побавился выстреливать не в голову, пытался в голову постоянно попадать. Ну, во-первых, больше очков дают, ну, опыт, имею в виду. А во-вторых, я думал, что и не убью. Но, как оказалось, я ошибся. что у нас здесь? Чё-то интересненькое. Окей. Так, ну, понятно. Ни хрена тут нету. Поднимаемся дальше. Ну, блин, конечно, со стрелами все хорошо. Это хоть и это радует. И... до этом. Стреляйте по сетильникам, чтобы разбить их и устроить пожар. Хрень, она просто. Тихо, тихо! Вы двое! Проверьте так! Понял. Ищите! Что-то точно где-то здесь! Не желание свалить куда-нибудь. Береги, огонь распространяй! Ещё есть вопросы? Ой, ой. Нашли. Ясно всё с вами. Да? Погори сам, дядя. Вот охрененный момент, когда тут огонь. Как раз, ой. Ой, ненавижу пожары, ненавижу пожары, особенно такие. Сваливаем, сваливаем, сваливаем. Окей. Чё это как-то? Тоже, наверное, что-то есть. Огонь нужен. сейчас возьмем ну да тут конечно не очень весело зато все кто там были умерли меня уже никто не будет преследовать так сокровище очередное что там шелковый веер 19 века такие были и крестьян и узнать и вот это сейчас не очень ловко было бы и знаешь что это такое подбираю но подают очень нормально все так че у нас тут чуть есть есть до хрена опыта например интересно а наверное задает вот это вот дело на скорее всего он опыта столько дали из-за того что такая коллекция по сути всему не ловко ладно пойдем а и а и 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 кто стреляет я тоже тебя видеть боже как досталось твоей ноге да нет это только на вид страшно ты что-нибудь знаешь об остальных ничего учись и плечо там у нее что-то делаешь волки утащили передачек со шлюпки тоже если его не вернем не выберемся с острова но тебе нужны нужны бинты морфи антицептик все в рюкзаке чёрт помоги мне о нет 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 только не это пожалуйста пожалуйста так сейчас ну там пуска мяса нету жив ты жив а вот как он будет ходить этот меня больше интересует наверно ну чё сидишь пошли задыскать рюкзак чё остается это делать над рюкзак найти только так мы спасем идти за рюкзаком рюкзак где-то там он даже показывает этого ученок скотина редкостная просто скотина надо думать это лагерь у нас хорошо так ну лук я буду наверно качать потому что лук это как бы основное у меня оружие будет так сильные плечи можно натягивать сильнее лечить урон скорострельность скорострельность хочу так удобней быстрее стрелять намного лучше наверное так мне примерно вон туда наверх да конечно не очень не очень то это круто далековато и высоковато так 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 да так так Эти руины периода Камакура, это... Жрицы Солнца. При дворе вообще нет мужчин, кроме полководца. Когда я встретился с ней наедине, то понял, что она совсем иная, чем кажется на первый взгляд. Мой господин послал меня шпионить за ней, определить силу ее войск. Но, похоже, сейчас оценивают меня. Возможно, мой господин недооценил угрозу со стороны Яматая. Мне неизвестна реальная мощь тормовых сторожей, но я не могу избавиться от мысли, что с императрицей Солнца нельзя не считаться. Тоже была часть Яматая? Вот, походу, все, Яматай. Не понял. А, вон он мне как надо. Это будет нелегко. Ага, окей. Немножко по-другому-то, походу, работает. И как мне, собственно, попасть на этот самолет? Твою мать. Окей. Блин, я упал, наверное. Да, ладно. О, части. Это я возьму. Это неплохо. До сих пор надо забраться, твою мать. Я так понимаю, что надо по самолету этому, да? Потому что это, как бы, самое логичное отсюда вообще. Вот сюда. И выше. Если бы я мог отсюда до тут допрыгнуть, то было бы удобно. А я не могу, походу. А-а-а-а, не, я не могу. А-а-а, вот. Вот оно что. Или нет. Или да. Или что? Да, сцепилось, все, нормально. Я допрыгнул? Это же невозможно. Не, ну, она прыгает так, реально? Охренеть. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А с какого-то хрена вот это произошло? Сейчас. С каких пор деревья взрывают? А, буря. Так, а я, наверное, смогу все равно. Че мне? Нет. Аккуратнее так надо. Так. Что это? Опа. Секреточка. А это что? Ясно. Это немножко для другого у нас будет, пока мы так не умеем еще. Это потом. Потом мы к ним слазим, потому что то, что у меня там вот есть, это пока что мне еще нельзя так делать. Потом можно будет. Так, ну то, куда я сейчас иду, мне вообще не нравится, конечно. Если так все плохо, сейчас опять будет, уверен. Мне нужен только рюкзак. И все. А что за тень сейчас была? Надеюсь, моя. Вот он. Все, я делал, что мне нужно. Все, я ухожу. Теперь нужно вернуться к Роду. Я уже ухожу, меня не надо трогать. Твою мать. Чуть была. Откуда он нож взяла? А, стоп. Ну, шкирка, наверное, да? Хотя у меня там она вроде-то и не очень-то и хорошая. Ну ладно. Она прокачанная. О, все, нахрен. Вот, я добыл все, что нужно. Род-то. Так, сейчас тебя подлечим. Род. Род. Неплохо. Где такая юная леди могла этому научиться? Мне приходилось постоять за тебя. Волк ничто против разбитой бутылки. А, он у тебя? Прекрасно. Итак, я полагаю, наш план доставить его на радиовышку? Да, так мы сможем послать сильный сигнал во всех направлениях. Послушай, Лара, нам нужно послать сигнал бедствия, а я нескоро встану на ноги. Да, я боялась, что ты это скажешь. Ты справишься, Лара. В конце концов, ты же Крофт. Боюсь, я не та, Крофт. Именно та. Но пока этого не знаешь. Понадеемся, что я быстро учусь. Прошу, береги себя, Лара. Да, отлично. Начало испытания дорог. Вон на той скале. Подожди. В минуту еще вообще-то и все прокачано, так что... Все эти бесконечные походы и мучительные восхождения. Он как будто готовил меня к чему-то подобному. Теперь совершенно ясно, что здесь живут люди. Их целая организация. Они убивают вновь прибывших на остров. Некоторых принимают к себе. Но зачем? Похоже, это какая-то секта. Но чему они поклоняются? Чего хотят? Что ищут? Да, психи обычные. Просто конченые все люди. Так, теперь мы можем по этим белым штукам лазить. А эти белые штуки, я, кстати, так и не знаю, как они называются. Ну, типа надо там. Вот так вот. Это я чётливо помню вообще. На самом деле, я особо ей не люблю пользоваться. Она такая... Опциональная, в принципе, можно её и не пользоваться. Ну, только когда надо. Вот сейчас, например, зачем мне это делать. Ну, а сейчас надо, потому что туда наверх по-другому не по поводу просто. Правда, получается так, что она держится только одной рукой, и это невероятно сложно. Так, во, вот сюда теперь я, наверное, могу пройти. Это какие-то спрятанные гробницы как раз, да. Сейчас посмотрим, что это такое. Разберёмся. Темновато здесь, правда. А, ну вот уже не темновато. Это лагерь? Часи. В лаке пусть будет. Почему бы нет? Так, фаё, нет смысла зажигать. Золочёные фигуры. Двор императрицы. Жертвоприношение, убийство. Нигде нет сведения о таких обрядах в Яматай. Возможно, их просто уничтожили. Эм, ну, ну, как бы, не знаю. Поджечь можно, наверное? Чё, падает? Вот это, наверное, какой-то хрик, который мне ещё вообще никак не поможет. В смысле, вообще ничем. Так, а это что? Окей. Возможно, это возвели в честь её жриц. Невероятно. Ух ты. Шикарно. Ещё одно очко и дали ещё запчасти, которые, кстати, у меня дохренища просто. Теперь уже этих запчастей, которые я, кстати, потом, наверное, использую на прокачку лука. Потому что я буду качать, наверное, ну, как бы, по максимуму лук, по возможности всякие пистолеты там, да. Ну, я, наверное, буду пользоваться всего-то луком, да и пистолетом. А мы не помним, чё ещё есть. Там, по-моему, дробовик будет. Да и всё. Там дробовик. Автомат, что ли? Ну, я не помню, чё там будет. Точно помню, что дробовик. Но я как-то им особо не пользовался, потому что... Не знаю. Как-то, во-первых, он громкий, ну и вообще не очень удобно им пользоваться. Так, чё тут вниз, а? Никого уже не парит этот факел, да? Спасибо. Вот на это. Так, мне туда наверх. Шикарно. Такая штука, вроде, кстати, должна быть ещё в Uncharted 4-ом. Добавят они. Я их слышу с вами. Вопросы есть ещё? Я разговаривал с жителями острова, несмотря на запрет покидать дворец. Мой долг – выяснить истину. Но тому, что я услышал, невозможно поверить. Ходят слухи, что императрица связана с потусторонним миром. Говорят, она повелевает солнцем и дождём, и земля плодородна исключительно благодаря ей. Это, конечно, вздор. Но что же породило подобные слухи? Или это такой метод правления культивировать в народе примитивные суеверия? Я видел благоговение в глазах аборигенов, когда они говорили о ней. Но нельзя было не заметить и страх. Она правит справедливо, налоги разумны, а штормовые стражи надёжно защищают местных жителей. Неудивительно, что некоторые даже молятся ей. Для них она больше, чем императрица. Она божество. Посеять в здешнем народе смуту будет гораздо труднее, чем я изначально предполагал. Интересно. Здесь эта императрица была, ну, между своих вообще там крутая. Но то, что она там умела повелевать дождём, вот этого мне чё-то не очень нравится. Ну и бурей тогда ли. Хотя она мёртвая, чё она не сделает? Или она не мёртвая? Вот это меня, наверное, больше всего пугает. Столько-то всего нахожу вообще, слушайте, всякие сокровища. А вот ступка с пистиком. Возможно, для растирания лечебных трав. В ступке остались осколки костей. Надеюсь, животных. Эть! Поаккуратнее надо быть. Лады-то не хочется. А, надо так делать. Вот я так и знал. Почему я такой лакера? Может, даже закончится когда-нибудь, а? Рэйс, вы где? Нашли Сэмми? Мы ещё идём по следу. Хорошо. Я собираюсь послать сигнал бедствия со старой радиовышки. Что скажешь? Лара, тебе нужно найти радиопульт. Это такая штука. Выглядит как куча старых переключателей. Поняла. Как найду, сообщу. Пожалуйста! Не надо, не надо! Не надо! Отъезжай, дядя. Чё-то какие-то ложки, ребята. Только стоять. Я говорю, один просто выстрел полностью натянутый. И считайте, там уже никого нет в живых. 428 запчастей. Нифига вообще. Набираю тут. Ну тут как бы достаточно много. Даже более чем много, я бы сказал. У меня плохое предчувствие. Я думаю, что мы сейчас очень много сможем улучшить, как только сможем. А вот, наверное, сейчас и сможем. Да. Когда уже дождь закончится, а? Говорю тебе, Рейс, всё дело в механике, а не в электрике. Давай уже, Алекс. Чёрт. Проблема однозначно где-то в электрике. Ах, вот как. Ух ты. Рейс, а это что за милый лисёнок, а? А, что, симпатичная? Очень. Это Алиша. Алиша? Класс. Дочка моя. Ей 14 лет. И она уже умнее тебя. Видимо, в папу пошла. Не слушай его. И ты бы... Да, займусь делом. Это точно электрика. В папу пошла. Ничего. Ну, был я на озере, на ночной рыбалке. Эй, Гримм, пора задрать люки. Да-да, иду. Ну вот, значит. И вдруг эта тварь высовывается из воды и прямо рядом со мной. Ну, я и поднул её в лицо. Удар головой он всегда выручит. Я неделю в себя не мог прийти. И с тех пор капли в рот не беру. Увидимся за обедом. Да. Ну, хорошо. Так, давайте снимем ролик. Спасибо. Доктор Джеймс Уитмен, эпизод 15, дубль 3. Мотор. Итак, теперь крепко её хватайте и вспарывайте брюхо. Вот так. Не торопитесь. О, Боже, стоп! 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 Он вернётся? Я его приведу. Вы же всемирно известный археолог, доктор Уитмен. Не буду я спарывать брюхо редким рыбам. А это просто рыба. Да что значит просто рыба? Будь трижды. Проклят этот твой натурализм, Сэмми. Я призван нести людям культуру, а не обеды. Ах, без обид, Иона. Зрители требуют контента, доктор Уитмен. И вы это знаете. Пока мы не нашли затерянную империю, нам нужны такие эпизоды. Давайте попробуем ещё раз, окей? При монтаже мы сделаем из вас Гордона Рамзи. Доктор Джеймс Уитмен, эпизод 15, дубль 4, мотор. Итак, крепко её хватайте и вспарывайте брюхо. Вот так. Я столько просидела над ними, что когда закрываю глаза, вижу эти карты. Но если я не права и я мотаю не в треугольнике дракона... Помню, как ты нашла это в раскопках отца. И прибежала показать мне в своей пижамке с пингвинами. Мне было пять лет. Первая находка. Да. У тебя есть интуиция. Доверь себе, девочка. Отец любил так говорить. Он всегда доверял интуиции. Плохо это или хорошо. Он бы гордился тобой, Лара. Мы приближаемся к буре. Ну, мы справимся со всем, что нас ждёт. Ну что, Лара, соберись. На тебя надеются. Кажется, эта монета вошла в обращение в Японию где-то в середине девятнадцатого века. Так, давайте прокачаемся. А точнее, пушки. Точнее, а, и навыки, кстати, тоже. Хорошо. Это что такое? Вот, боец. Тут, наверное, хорошо. Надо было уйти в россинниках. Та-та-та-та. Твой удар. Удар ледорубом. Вообще такого нету. Так, ладно, давайте вот здесь вот посмотрим. Тут, наверное, ничего особо-то и нету. Я этим ничем не занимаюсь. И вот этим тоже. Давайте вот это, наверное, будет. Почему бы и нет. Так, и, значит, я хочу прокачать лук немного. А точнее, не немного, а вот второе усиленные плечи. Я так понимаю, что это больше урона, да, у нас. Так, пистолет я могу прокачать? Луп. Обида. Ну что ж, давайте пока что-то закончим. Так что, если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь. До свидания в следующей серии. Всем удачи и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok